В переводе с японского «Кайо» означает «Нептун», а «Мару» — это море. Четырехмачтовый барк в длину более 100 метров и в ширину почти 14. Парусное вооружение судна «Кайамару» состоит из 36 больших парусов. Дружественный визит этого судна организован в рамках мероприятий «Года Японии в России». Также визит запомнится редким событием — одновременной стоянкой у морского вокзала японского судна и российского парусника «Надежда». Все время море связывало Россию и Японию, и поэтому заход этого судна — это символ наших таких отношений. Судно встречали курсанты Морского технологического колледжа МГУ имени адмирала Невельского. После исполнения гимнов России и Японии духовым оркестром МГУ гостей поприветствовали представители руководства края, генконсул Японии во Владивостоке и ректор МГУ имени Невельского. В ответном слове капитан судна Кумадо Киминабу поблагодарил жителей и гостей Владивостока за добрый прием. Мы будем активно общаться с вами, с курсантами, и надеемся, что благодаря этому общению нам удастся укрепить дружественные отношения между нашими народами. Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков сказал, что этот визит поможет расширить гуманитарные связи между нашими регионами. Кроме того, парусник Каямару будет представлять Японию на большой парусной регате, которая пройдет во Владивостоке в дни проведения 4-го Восточного экономического форума. По сути, это репетиция за ход этого парусного судна перед большой парусной регатой, которая пройдет у нас в сентябре. Для нас это очень важное событие, и, как вы знаете, было принято решение о том, что, возможно, такая регата будет проходить регулярно. Для нашего города, который делает один из основных акцентов на развитие туристской отрасли, проведение таких мероприятий, безусловно, является очень важным. Для гостей выступили творческие коллективы столицы Приморья. Особенно сильное впечатление произвел отряд барабанщиц Дальрыбфтуза. А русские народные пляски исполнялись под громкие аплодисменты японских практикантов. Были и подарки, а затем курсанты могли пообщаться в неформальной обстановке. Я первый раз во Владивостоке. Очень красиво здесь, и погода хорошая. Встрече очень понравилось. Я являюсь курсантом парусника уже год, но нахожусь на нем не весь год. А месяц, потом два, потом шесть. Учиться новому всегда хорошо. Впервые в России. Владивосток очень красивый. Красивый вид открывается. Нас так тепло встретили, очень понравился прием. Я в общей сложности три года на борту обучаюсь. Не тяжело. Я наравне с мужчинами пытаюсь учиться, работать. В общем, не сложно. Каямару принадлежит японскому агентству по обучению морскому делу и подготовке моряков. Экипаж состоит из 58 человек. Для курсантов на паруснике предусмотрено 105 мест. Интересный факт. Парусник может полностью управляться механикой. Всю оснастку меняют нажатием кнопок. Япония еще раз проявила себя высокотехнологичной страной. Покинет Владивосток Каямару в воскресенье 3 июня в 11 часов утра. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.